а потому что они ищут ищут вариант который им понравится даже не задумываясь о том а существует ли в природе вообще скажет вопрос вот я хочу быть врача менеджером вот и хожу на собеседование все варианты то есть человек не знает что он знает просто такого варианта никто не согласен на те условия которые он убегает рынок объективно говорит мы так не согласны мы согласны платить деньги за вот такие результаты создавать не может никаких он же хочет просто называться и вот ты дружище сядь за стол давай подбери нам три человека в фирму он начинает а директору все не подходит он говорит директор плохой а ты спросил директора кто нужен да спросил у меня тут заставляют анкету его заполнять этого дурацкого директора и все кого ему надо так ты же подготовить человека к беседе с директором он же не знает как директора себя вести но чуть-чуть и это будет делать но это это сплошь и рядом но вы знаете нас очень удивило нас предыдущий номер был как вам работается когда мальцев директора вы знаете соискатели ваши коллеги все отзывались абсолютно все в восторге все в души не чают все вас любят как такое достигается я думаю вот этой вот книгой в которой активное мероприятие то есть инвестиции в свой персонал в своих коллег клиентов и далее разберение их на разные как бы на разные типы людей на разные типы людей и таскать введение их по этой иерархии этих типов людей превращая их в партнеры вот была у нас когда-то такая программа некая охранная фирма киевская горит подберите подготовьте нам там десять человек ну это не давайте так что же я буду готовить вам чуть десять человек они не хотят с вами работать вы сами подберите тех кто вам нужен а я их подготовлю тех которые ну во первых они подобрали тех кто с ними хотят работать это люди которые неправ пригодные и сделать из них прав пригодных это достаточно длительное время я об этом все объяснил и говорят ну как давайте лучших из худших приготовим приготовили сделали вопрос это вообще они туда работают и в этот же день все написали заявление по собственному желанию почему так они говорят с Виктором чем хотим работать с директором все мы хотим не смог он завоевать их сердца не смог завоевать их доверять на отличного примера это самое главное в любой деятельности есть личный пример будет дело не отличного примера дело любого запомните то есть люди вот те кто ходят за зарплатой это все подонки запомните раз на все люди которые за деньгами приходят в фирму они для того чтобы совместно добиваться в фирме результатов а деньги как прилагательные к этим результат этим людям в фирме не место их искоренять надо сжечь каленым железом выжигать этих людей как только человек говорит что мне нужна зарплата я хочу зарплату все убивать этого человека убирайте из фирмы ему не место в фирме деньги само собой разумеющийся прилагательный контент к результату то есть это даже можно не обсуждать а все обсудите обязательно заработную плату с человеком ну хорошо я буду готова мне очень легче платить зарплату я вообще говорю мне легче заплатить человеку зарплату вот объем вот деньги готов да хочу обсудить один момент что будет если ты этот объем не сделаешь ну не знаю ну да так объем есть есть деньги нет объема нет нет я так не согласен или то есть хочет просто получать деньги заработал деньги получать не и поэтому о каких зарплатах может идти речь в современном бизнесе если он не хочет работать не будет над собой работать то есть как вы можете доверить этому человеку направление какое-то или что-то если он изначально робот ему нужно как ты это сделаешь так 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 а если не получится кто за отвечать вы зачем вы мне нужны а у меня люди идут сборным доходом как бы сборно зарабатывают что я много задач своим людям ставлю одновременно и оцениваю их работу как бы в том числе и в деньгах не только в деньгах но нам говорили ваши сотрудники что все что вы поручаете делать им вы можете сделать то есть нибудь то нарисовать написать и если надо будет очень конечно я напишу если надо будет очень я придумал нарисовать но художники вашей и фотографа не говорили что вы это сделать лучше чем они и они это понимают и знаю я думаю что они у меня очень подготовленные ребята вот как художники как со медиа группа они крайне подготовлено с ними занимаюсь каждый день я каждый день так сказать объясняю какие-то вещи они со мной трудятся вместе они конечно очень подготовленные и пройдет чем вот это люди будут очень высокого уровня подготовки которые смогут вообще все что упор на этом мире как бы да и я думаю что не так далек но вы же готовите и людей и все это не совоку себе получать нет это каждый день я прихожу там у меня в час ночи каждый день божий и так на протяжении всех лет ни одного года вам не хочется отдыхать нет я думаю нашим читателям будет не совсем понятно ну и зачем занимается любимым делом зачем отдыхать то есть если он делает какую-то каторжную работу то есть бьет молотком по какой-то извините за выражение железяки или почему-то для того чтобы добыть из горы да и это делается для кого-то ему нужны просто средства для пропитания конечно ему надо отдыхать а если ты занимаешься делом но твоей жизни то какие отдыхи ты не на работу ты 24 часа в сутки в этом до образ жизни и пока у вас не станет этого образа жизни это бесполезно то есть заниматься чем-то в рабочее время с 9 до 5 это не заниматься то есть вы никогда профессионалом не станете профессионалом человек у которого его деятельность превращена в образ жизни с большими достижениями есть люди которые превратили свою деятельность в образ жизни при этом никаких достижений у них нет то есть еще вопрос эффективности того что вы делаете работа над собой чтобы стать еще более эффективным ну например у есть человек который вот ну вот знаете он работает в личной охране в Киеве и вот он по 500 раз доставал пистолет из кобуры вот этот свой как бы тренировался каждый день я ему говорю и что сколько раз ты за это время стрелял он говорит не рад я говорю так а зачем ты столько времени не уделяешь тому что ты не делаешь не рад то есть не легче расположить пистолет другим способом на этого чтобы его можно достать было в любом момент времени ну да это так то есть зачем выполнять бессмысленные упражнения доводить их до автоматизма какой смысл когда можно просто выбрать способ который позволит пистолет достать в любой момент времени в зависимости от уровня угрозы важно что научиться принимать безошибочные решения оценивать степени угроза не давать развиваться события если уже вы вышли на линию огня то здесь если вы быстрее думаете чем тот человек вот скорость мышления выше скорость пряди решения выше то двигательные если вы постоянно работаете над собой в том числе с оружием в ближнем бою и какие-то непосредственно безусловно права для этого нужно порезать нормативы наивысшего уровня и быть уверенным в том что быстрее вас не повесит а что для этого нужно что для этого нужно человеку я же говорю порезать нормативы более успеха не галята да все очень просто берем людей которые альтернативная отрасль берем людей которые делают то же самое то есть главные выше сотрудников вымпела в советском союзе то есть это национальная сборная по диверсии кроме соответственно сотрудник вымпел достает пистолет со скоростью вот такой вот они там ударят 4 секунды с двумя выстрелами ну вы откройте солдат удачи почитайте интервью там некий архифицировый то есть нужно добиться одной секунды с попаданием вот как это сделать вот надо решать инженеру вот и называется резать на пути надо сидеть думать как это сделать для того чтобы вы могли сделать это за секунду но не будет 4 для двух выстрелов вас одна соответственно нужно быть выбрать тогда пистолет который позволяет сделать эти выстрелы да? правильно так? конечно то есть получается выстраивается целая схема челоку нужно наion собоработать на кончивает нужен превы conducted пистолет например нужен спортивный пистолет для скоростной стрельбы а это уже область спорта до ну и так далее и тому подобное то есть нужно искать пистолет для скоростной стрельбы или регулируя механизмы пистолета сдавать его на завод таким способом, чтобы на спуск было 9 грамм. Т.е. чтобы пистолет с автомата стрелять, как с пулемета стрелял. Та-та-та-та-та-та-та. Дальше нужно же научиться на таких скоростях стрелять и попадать. Вот режется данный мотив до того момента, до упора, до предела, и переходит за предел челюстей способности. И вот тогда ты точно знаешь, что ты выстрелитель. Чем выстрелиться в УИНПЕЛ. А соответственно на таком уровне, как в УИНПЕЛ подготовленная национальная сборная по диверсия, таких людей есть. Вот я увидел и с разных, и с бизнеса, и с безопасности, то есть с разных областей рассказываю. Все это одно и то же. То есть принципы подготовки людей, они одни и те же. И психологические подготовки одни и те же. Чтобы не бояться, нужно снять прежде всего вот этот «не могу». «Не смогу», он быстрее и так далее. Как себя убедить в том, что ты не стрелил. И в бизнесе то же самое. Вот у меня не будет денег. Ну, порежьте нам. То есть, богатый человек, который заключает контракты ежедневно, сколько он контрактов? Ну, максимально два контракта в день. В среднем, да? Это такие случаи, когда вот хорошо люди работают с клиентами, два контракта ежедневно. Были случаи, когда три-четыре, я слышал. Ну, в среднем, это два контракта в день. Ну, вот вы идите за два контракта в день, делаете три контракта в день. Доведите для застояния, где вы три контракта делаете. Проблема завтрашнего дня будет решена. А для этого нужно объединизм подготовки, который позволит это сделать. Вот надо думать, как сделать так, чтобы было три контракта в день. Сколько человек должно участвовать в этом, я имею в виду, со сколькими людьми должны в контакте находиться, чтобы гарантированно было три контракта в день. А есть формула? Конечно. Поэтапная, эшелонная формула. Есть сборка, есть разные искусства. Решение, решение, это задача. Тоже ответы можно найти в ваших книгах? Нет, нет никаких ответов. Это уже приходная наука, это уже такая ТНТС наука выполняет задачи. Мы будем ощутить, наверное, с кем это делать? То есть вам не имеет значения, чем заниматься? Нет, вообще. Ну, вопрос, хочу я этим сейчас в настоящее время заниматься или нет? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.